А теперь мы хотим рассказать об изменениях в законодательстве. С 18 марта в соответствии с постановлением правительства вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, согласно которым у водителей теперь должен быть светоотражающий жилет. Светоотвращающий жилет водитель обязан надевать, выходя в темное время суток из автомобиля вне населенных пунктов. Славянские автомобилисты, которым сотрудники полиции подарили такие жилеты, к нововведениям относятся положительно. Очень довольна, большое спасибо нашим уважаемым полиции. Да, конечно, нужна для безопасности на дороге, для того, чтобы в темное время суток меня увидели другие водители. Новые меры приняли для снижения уровня ДТП, вызванных незамеченными на дороге водителями. Введение такой практики объясняется также положительным опытом использования светоотвращающих вещей в европейских странах. Эти меры приняты не просто так. Статистика прошлого года показывает, что в России произошло достаточно большое количество ДТП, где сбивались водители транспортных средств при выходе из своего автомобиля. То есть водителей просто не было видно на дороге. Исследования показали, что световозвращающие элементы, в частности жилеты, видны при ближнем свете фар за 350 метров. Поэтому водитель может заметить пешехода, либо другого водителя, который вышел из транспортного средства за достаточное количество метров и может предпринять какие-то меры для предотвращения столкновения, либо наезда. Ответственность за отсутствие световозвращающего жилета пока не установлена. По действующим правилам, выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом, штраф для которых составляет 500 рублей. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».